привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть монтек маунт мы находимся на острове и остров вроде как не обитаем но как не обитаем вы видите здесь многочисленные следы того что здесь жили люди но сейчас здесь никого нет мы не помним кто мы на нас постоянно нападают не нападают не назовешь нападают какие-то непонятные то ли призраки то ли видение детей но в общем все очень плохо и мы между тем продвигаемся вперед нам нужно будет пройти через мост который он там впереди а тут что нет сюда я походу пройти не могу да а нет могу смотреть здесь еще не был короче говоря игра очень непростая как в плане головоломок так и в плане смысловой нагрузки здесь реально есть над чем подумать и пока что я помогу ванговать что сюжет здесь будет реально очень необычный интересный так ну и ради чего я вообще сюда пошел зачем хорошо ладно идем а вот смотри что ты есть оба нашли тайное место отлично фотографии ирландии дороги гигантов одна из пяти тайных открыток игра насколько я понял да это ирландия я предполагал что это за страна это же очевидно что если у нас рыбак ирландский то страна это ирландия так вот такие в общем пироги и давайте для начала нам предстоит очень непростая головоломка с цветами и нужно как-то будет смотреть на маяк который где-то вдалеке светит судя по всему вон он но если там что-то и можно увидеть а только то что не видно вообще ничего не не знаю короче говоря но я пока не видел на самом деле может быть все окажется довольно просто потому что как вы помните головоломка у меня если не с помощью смекалки то с помощью тупого рандома получается решить секунд обычно за 20 во всякого меня больше беспокоит что это за мальчишки что это за мальчишки появляются смеются и судя по всему хотят чего-то нехорошего вот эти вспышки там есть азбука морзе и судя по всему по этим вспышкам можно понять что-то ладно давайте не будем забегать вперед нам пока что нужно пройти сюда и посмотреть что здесь вообще имеется весьма еще не были поэтому здесь мы будем крайне внимательны красивая игра для инди проект так вообще просто я уже жду не дождусь когда выйдет о полос рифт заборный доступ и вот в это все можно быть играть с реальным эффектом присутствия это наш морячок на по-прежнему штормить рыбацкий берег качельки здесь в этом забытом уголке мира что-то произошло вещи разбросанные вокруг словно окна в чью-то жизнь или это мои собственные воспоминания запертые в голове забытые придавленные серым пейзажем порой мне кажется что кто-то наблюдает за мной верю ли я в бога интересные вопросы что это такое скульптуру с места не сдвинуть не больно то и хотелось что это скульптуру вообще может означать у нас уже второй непонятный предмет кто плачет там насколько вы помните солнечные часы но во первых у нас нет солнца во вторых это очень жутко во вторых это нормально вообще нет ладно если это отражает кто тут смеется что же вы со мной делать не знаю по моему все что происходит это реально очень и очень страшно бара обтахмайт прослом на тележке хоть одно бы нормальную найти пластинку чтобы послушать ее на том граммофоне но пока что как-то не свезло так а вот и мозг кстати говоря ладно туда мы успеем еще дойти для начала давайте все осматривать еще одна хибара электричество мы включили так вот этот по моему довольно жутко ловушки для крабов а вот они ловушки для крабов я тоже думаю окнами что ли ловит крабов ох уж эти ирландцы старая дровяная плита как обычно то есть сам сказал сам посмеялся но упали очередной крест бригитты отлично почему-то все пластинки у нас поломаны и какая типа описанные матрасы в принципе ничего полезного нам не дают вардус пейли деревянный шкаф изучаем ирландский сбору с блэк так ну тут судя по всему ничего нет и мы даже не можем туда прятаться поэтому давайте забудем про это дело хорошо что это у нас есть две катушки еще две нужно найти не туда не вставишь то что неправильно да смотри и на каждой катушке по три цвета хорошо ой чё это было не знаю меня просто вымораживает это окно как я поворачиваюсь и краем глаза замечаю какое-то движение мне становится не очень хорошо ладно будем иметь ввиду нужно найти еще две катушки после этого как-то что-то решать с тем маячком с азбукой морзе и со всем тому подобным и что-то мне подсказывает что одну катушку может где-то пропустили а а может и сразу две потому что а вот кстати говоря еще одна катушка одежда четвертая и только смотрю вспышки хорошо это мы учтем проход чем-то загорожен сюда очевидно надо вставить вентиль и с его помощью опустить но я так понимаю пока мы с катушками не разберемся мы с этим ничего не сможем сделать поэтому болоте вентиль пусть пока лежит все равно предметов не так много чтобы их можно было как-то в них запутаться давайте поставим эту катушку и будем искать последнюю судя по всему я пропустил где-то по дороге сюда отлично можно вообще-то по рандомам подобрать когда будет все можно будет париться с азбукой морзе я даже не знаю какой вариант более интересен и как и занят больше времени просто насколько я понимаю тупым подбором это сделать гораздо проще но если не будет отображаться что ты все сделал правильно то тупого подбора не получится что ж ты делаешь братьюня как же ты сюда попала почему тебя так кроет какого черта вообще происходит почему так много вещей лар кругом тлен отлично неужели я бегать не могу в данном моменте мне бы это пригодилось на самом деле вы знаете эта игра более всего напоминает мне игру анна которую мы проходили и что-то в этом во всем еще есть от дир эстер на дир эстера она была более созерцательной такой игрой здесь же приходится решать как в ванне очень много головоломок смотри да так мы будем долго подбирать поэтому пойдемте к тому месту где у нас написано азбука морзе и нам уже по цветам подберем хорошо но в принципе задача максимум на ближайшие пять минут понятно кроме этого у нас принципе дел то особо и нет у нас есть вентиль который мы должны впрутить в тот мост есть скульптура которая пока абсолютно неактивна это нам не сказать что что-то дают поэтому пойдем назад не знаю вот эти вот затемнение они мне честно говоря беспокоит что это вообще там у нас часы и генератор здесь у нас на самом деле я бы не я был если бы не перепрыгнул через тот мост просто не перебрался бы там принципе это вполне осуществимо но давайте играть по правилам игры есть достижение пройден километр их вы отлично всю жизнь мечтал или можно тупо переплыть но я не хотел бы лезть такую воду хотя если бы начал помирать голоду полезно как меленький так небольшой пляжик на котором мы не были и попасть на который мы судя по всему тоже не можем надо ладно хорошо вот здесь на самом деле из-за того что очень много света даже как-то уютно игра вообще очень такая вот она генерирует очень бочные пейзажи такие реальная как будто российская глубинка да так хорошо я хотел бы сюда какую-нибудь пластинку а на месте крушения на самом интересном у нас нет пластинки давайте посмотрим это все поломанные какие-то и очень жаль по моему а вот это что такое огни на стене время и тени можно увидеть со старого настил а состав это старый настил код позволит разгадать цвета на самом деле от всего этого пухнет голова так я могу с тобой что-то сделать да пока честно говоря не очень да хорошо ой 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 это походу будет очень и очень время и тени ну чё-ка старого отширника да хрен поймет на самом деле просто не знаю вообще не понимаю вот этот какое-то новое звено которое просто не очень согласуется со всеми предыдущими что с этими лампочками делать я пока не понимаю открытое достижение осмотрено 100 предметов для начала я посмотрю пластинку если она здесь на берегу мне бы не помешало нет такие же поломанные как везде и очень очень жаль так отсюда мы видим маяк вообще нет отсюда мы маяк даже не видим чёрт побери давайте посмотрим где он там блин отсвечивает давайте попробуем один раз два раз длинный два длинный три длинный два коротких три длинных раз два три три коротких три коротких три длинных так ну-ка хорошо давайте попробуем посмотрим теперь на азбуку мозги включайтесь пожалуйста как всегда на самом деле пока что мы все делаем правильно да вроде только не очень быстро но эта игра не тороплива так три коротких это сэ сэ это видимо синий судя по всему очень много синего потому что там три раза по три коротких и три длинных три длинных это у нас о о оранжевый что ладно попробуем оранжевый синий раньше еще разберемся все будет нормально как надо парня и девушки не впервые же верно опять дождь пошел ты что же за я уже хочу выбраться перебраться через этот берег смотри три длинных три коротких три коротких три коротких три длинных три длинных а вот черт я поймёт ладно сейчас разберемся по моему более менее становится все понятно . . . . . Why this game is so hard? This is impossible Отлично Вроде как вот так Хорошо, но по крайней мере одну головоломку решили В общем, порядок у нас вот такой вот По-моему, все как надо Ох Подзамучился Ну, в принципе, не так что Долго, минут пять Нормальный, теперь мы можем опустить этот мост Как же я обожаю головоломки Вот на самом деле я с ними парюсь постоянно, но при этом Как-то вот такое вот ощущение такое Я это сделал, оно все искупает Мост просыпается Хорошо Звук из той же библиотеки, что в SCP Container Bridge Когда этот мост спускался Так, ну ладно Вентиль у нас может и здесь, но А, он потихоньку, понятно Очень потихоньку даже не заметил Хорошо, а что же у нас там позади тогда еще? Что это за старый настил? То есть старая статуя Ох ты какой Ох ты какой Не знаю, я бы по трубе пропался Вот честное слово, я бы даже не упал А если бы даже упал, я бы выжил Потому что высота вообще плевая Так, ну да ладно Что-то мне подсказывает, что там вот эти вот сзади Лампа Ой, солнечные часы И И вот эта вот скульптура И эти лампочки Они для чего-то досгодятся Есть достижение Старый динозавр Возвращается к жизни Старый динозавр Может и возвращается к жизни А мы пойдем вперед Так Эта кошка грохочет Рыбацкий берег И Склон Маллигана Что-то мне подсказывает, что Что сюда мы пока не попадем Ух ты Блин, а сколько же это все круто Это кнопка? Или это лампа? Это кнопка Что я сделал? Я включил сам уничтожение? Отлично Вот эти звуки только не радуют постоянно Которые проносятся У меня какие-то шепотки там Тому подобное Это не очень хорошо, по-моему Так И тут у нас сейф но 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 let me out я не хочу пока это это слишком страшно сельфья на твое деревянный стеллаж так ловушка для крабов и вроде как тут больше делать особо нечего да у нас есть проход там мигающие ламбы меня это беспокоит но не так чтобы сильно поэтому давайте сходим посмотрим что у нас тут страны рыбацкого берега нет это склон малига рыбацкий берег там неважно а здесь у нас как я посмотрю не поддается и не открывается хорошо блин меня беспокоит оставшиеся элементы которые там сзади у нас позади что с ними делать я пока не представляю давайте идти вперед там я думаю если что вылезет у них какая-нибудь надобность а пока что можно про них смело забыть люди да что ж такое ни одного человека только шепотки эти и мигающие лампы как лампа по-ирландски ну-ка а даже не хочет осматривать это несправедливо оба память о ком-то любимом какого же черта здесь происходит слышите да что ручка снаряжение появился на предмет не каждый расти большой на самом деле это мне напомнила ладно неважно хорошо рыбацкий берег это конечно красиво напомнило мне это очень примитивный но очень крутой квест баррель хилл который мы проходили давным-давно на канале уже с годик назад наверное помните там когда мы бродили по лесам в темноте эти страшные глыбы вот такие вот появлялись и начинали убивать это было жутко по-моему второй секрет но он не такой секретный я бы сказал его прям очевидно видно так фотографии ирландии прикол вообще круто да хорошо а здесь а нет мне показалось маяк здесь на самом деле я считаю прекрасный момент для того чтобы завершить эту серию и на рыбацкий берег пойти уже в следующий потому что там много всего интересного и осмотр всего этого как вы понимаете займет очень много места что я могу сказать игра очень простая в плане головоломок но если вдуматься то головоломки по большей части логичные ну нелогично самой размещение то есть что здесь делали эти непонятные какие-то лампы с помощью которых мы открывали это все но тем не менее вполне возможно что мы находимся как обычно подсознание у главного героя и как бы там ни было по моему это все очень увлекательно я вообще вижу что квесты в последнее время вот посредством инди-проектов они переживают второе рождение если раньше это были квесты со статичными картинками где-то в середине конце 90-х и они были довольно популярны сейчас их довольно мало а вот такой вот когда от первого лица и с обживлением она очень и очень радует то есть новый взгляд на жанр который реально просто очень увлекает надеюсь вам тоже очень нравится спасибо что смотрели увидимся с вами был артур всего хорошего пока 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 а а а а а а а Продолжение следует...